Всем привет! Сегодня поговорим о моей сборке на базе Рунту. Рунту это русская версия Ubuntu. У них есть свой веб-сайт runtu.org где подробно все по-русски написано, что рабочим столом дистрибутива у них является XFCE, по-русски говорят X-Face. И на какой основе Ubuntu она основана? На основе Ubuntu 18.04 LTS обозначает Long Term Support. Ну, с длительной поддержкой, короче. Long длинный, Term срок, а Support поддержка. Видите, три буковки LTS, значит, это длительная поддержка. Вот и все. Значит, ну, а поскольку официальную версию скачать всегда можно, вот, пожалуйста, идете сюда на продукты, получить Рунту, скачать. Вот зеркало, допустим, на Яндексе. Ну, здесь вот, самое последнее выбираете 18.04. Выбираете XFace. Ну, здесь вот это, это прошлый год, 18. Поэтому качаете вот эту версию 829 мегабайт. Вот практически вся недолгая. Скачиваете, проверяете все это дело на виртуальной коробочке. И там уже решаете, значит, или записать на флешку и поставить себе на раздел жесткого диска, или нет. Значит, ну, я эту сборочку, значит, скачал. Настроил ее для себя. Настроил каким образом? Значит, ну, во-первых, я приделал к ней два рабочих стола. Оставил старый XFace и поставил мой любимый, это Цинамон. Ну, это просто я уже, как говорится, это мои авторские предпочтения. Вот. Мне он очень нравится. Для меня он более привычен. Сейчас я покажу, как переключаться между рабочими столами. Вот. В оглавлении, значит, всегда, значит, ищите логаут. Вот. Выйти. И вот здесь вот, смотрите, это шрифты. Вот. Сеанс это обозначает, что рабочий стол вот XFace. Я люблю Цинамон. Цинамон, значит, поставили. Заводим тут цифру. У меня везде пароль единичка. Нажимаете войти. Ждете какое-то время. И появляется рабочий стол Цинамон. Вот. Ну, я не хочу там их сравнивать, там, бить себе в грудь, там, говорить, там, что лучше, что хуже. Ну, Цинамон мне как-то больше по душе. Вот практически и все. То есть, вот, так легко переключаться между рабочими столами. В моей сборке два рабочих стола. Рабочий стол, значит, Цинамон. И рабочий стол X-Face. Вот. Если изначальный размер занимал 829 МБ официального дистрибутива, то у меня со всеми настроенными программами их, значит, здесь сборка занимает место порядка двух ГБ. то есть, естественно, больше. По размерам, ну, почему? Потому что у меня здесь, во-первых, ну, вот, видео возьмите. Я поставил Audacity, это программа для редактирования звука. Поставил программу для записи с экрана, OBS Studio. Программу для редактирования видеороликов, OpenShot Video редактор и Shotcut. Видеоредактор. Еще одна программа для записи видео с экрана Simple Screen Recorder. Проигрыватель SM Player. То есть, тут достаточно такая хорошая сборка программ для работы с видео. Если они вам не нужны, вы их спокойно можете всегда удалить. Графику тут я практически ничего не трогал. В интернет опять-таки добавил два хранилища облачных. Dropbox и Megasync. Megasync на 50 ГБ, Dropbox на 2 ГБ. Добавил Chrome, потому что по умолчанию здесь стояла только леса Firefox. Мне Google Chrome больше нравится, потому что у меня к нему привязаны мои аккаунты, все настройки и фавориты. В общем, добавил паромчик. На нем вы можете смотреть порядка 23-30 различных телеканалов на русском, на белорусском, на украинском языках. Поставил Skype. Программа это для общения. поставил Telegram, поставил WhatsApp и Vaya. Скажу вам, что WhatsApp сейчас аналогом его здесь является программа Vaya. является наиболее динамично развивающейся программой общения. Уже последние 3-5 лет я практически общаюсь со своими знакомыми и друзьями при помощи этой программы. Skype как-то уже ушел от меня далеко ввиду своей ненадобности. Хорошая программа Vaya. Тоже программа для общения. я офисы я здесь ничего не трогал оставил все как есть. Поставил вот программочка UK Assistant Co ее следует использовать может быть раз в несколько месяцев. Это практически программка которая заботится о вашей системе. Там подправляет дебяновские файлики убирает ненужное ставит нужное хорошая штука. Ну правда она это делает вас не спрашивая автоматом. Ну в большинстве случаев я ей доверяю и один раз как говорится там в месяц там или два месяца я пользуюсь ей. Специальные возможности ну onboard это как говорится программка при помощи которой вот я всегда могу поставить пожалуйста видите напечатать на в любом месте там и в блокноте там и в городе там и где угодно буквы переключение языков вот пожалуйста тут то же самое идет не надо на вам вот так вот нажимаете я частенько пользуюсь почему потому что у меня обычно я сижу там в кресле мышка у меня как говорится под правой рукой клавиатура далеко а так скажем при помощи вот этой штучки мышкой я могу как говорится все нормально печатать опять таки это все зависит как говорится от любителя ну стандартная программа значит черри 3 по умолчанию значит конки менеджер здесь значит все вы уже как говорится видите значит вся информация о вас о компьютере здесь будет могу сказать что штука хорошая вот значит планк вот на нижней линейке вы видите планк причем планк я поставил автостарт если вы не часто им пользуетесь вы можете значок планка вообще никуда не выводить или ставить его на верхние панели а планку можете убрать из автостарта автостарт вот пожалуйста как говорится полная вам свобода сейчас поищем так вот стартап applications ну тоже тут рунту не совсем догнало то есть сейчас все таки у них идет на английском языке вот допустим планк вот так вот его можете просто убрать из старта также и анборд а можете значит вот так вот выделить и просто remove нажать вообще будет удален вот такие пироги с котятами то есть при помощи автостарта вы можете поменять очень многое чего ну ладно значит практически вот таким вот образом значит это краски экскурсов значит по моей сборке поставил я естественно две мощнейшие программы для создания значит резервных копий это программа SystemBug и программа TimeShift при помощи программы SystemBug я сделал изообраз моей сборки поэтому значит ее сейчас вот мы значит я уже сбросил на кладовочку я скачал ее с кладовочки вот сейчас я запишу ее на флешку из флешки будем ставить ее на раздел жесткого диска программа это во многих случаях ну просто незаменимая потому что она позволяет создать живые изообразы настроенной системы то есть вот уже все сделали все настроили хоп и сделали изообраз SystemBug мне это очень нравится потому что это дает возможность поделиться с пользователями своими сборками оценить значит они мне присылают свои отзывы как что работает ну штука хорошая TimeShift ну тоже неплохая программа для создания бэкапов я обычно все бэкапы делаю ну значит резервные копии на внешнем жестком диске что-то не так пошло взял из бэкапа восстановился и все то есть здесь собраны такие вот необходимые программы ну два пылесосика Ubuntu Cleaner и Stacer вот эта программа тоже там раз в неделю им пользуетесь часто не нужно ну штука хорошая программа G-Party для разметки жесткого диска программа значит калькулятор помогает когда вы делаете разметку жесткого диска там помогает вам все эти расчеты делать то есть все самое необходимое здесь вот практически есть и размер как говорится сборки ну два гигабайта согласитесь весьма и весьма скромный вот причем как я уже говорил если кому что-то не нравится то здесь вон практически любую программу правой кнопкой нажали посмотрели ее там допустим название пошли в синаптик и как говорится в синаптике ее удалили здесь даже в рунту здесь нет менеджера пакетов есть просто синаптик менеджера программ здесь все ставится через синаптик вот все программы поэтому начинающим пользователям им естественно нелегко потому что они даже не знают какие там программы для чего они а здесь вот практически у вас все как говорится самое необходимое есть для работы на компьютере и я вам покажу уже значит как находясь на винде сейчас я нахожусь на винде записать эту значит мою сборку на флешку какой программой и значит как установить эту сборку мою на зоский диск вот я нахожусь сейчас на одном компьютере на своем большом настольном записывать будем на мой лаптоп вот полный вам пример то есть вот винда на винде значит у меня здесь значит есть программка Rufus вот я ее включаю изобраз который я скачал я поместил на рабочем столе поэтому вот оно вот здесь вот находим его теперь смотрите внимательно если вы будете вам всегда нужно будет знать таблицу разделов компьютера на который вы собираетесь все это дело ставить то есть вот у меня и здесь и на моем лаптопе таблица разделов ЧПТ значит поэтому вот я здесь выбираю ЧПТ вот ну если вы собираетесь ставить на старенький компьютер и у которого таблица разделов МБР то так и выбираете МБР понимаете о чем я говорю да всегда вот в этом пункте нужно быть внимательным ну а дальше все нажимаем на кнопочку как говорится старт здесь вот две галочки должны стоять вот и поехали вот нажали вперед как говорится из песни и потом еще посмотрим сколько все это у нас дело займет на флешке и так копирование закончено нажимаем кнопочку закрыть идем вот сюда давайте посмотрим что у нас тут мы имеем значит вот флешка размером 3,7 гигабайта и еще 1,8 гигабайта из них свободно то есть как и заявлено значит 2 гигабайта этот визообраз занимает можем даже вот так посчитать ну тут ну короче размер соответствует тому который был заявлен то есть 2 гигабайта поэтому поэтому сборку можно записать на самую маленькую флешку на 4 гигабайт на 8 гигабайт и так далее на роли не играет дальше значит вот посмотрите программы которые я значит пишу этот видеоролик она кроссплатформенная то есть ей можно пользоваться как на винде так и на линуксе черри 3 тоже программа кроссплатформенная программа значит для общения ватсап тоже кроссплатформенная паром для просмотра телепрограмм она работает как на винде так и на тоже она работает и на винде и на линусах вот я так я люблю кроссплатформенность посмотрим что же еще у нас тут имеется вот посмотрите вот здесь вот программа для редактирования видеороликов кроссплатформенная для скачивания видеороликов с трубы кроссплатформенная программа для просмотра видеороликов смплеер он значит работает и на винде и на линуксе шоткат аудасити все эти программы вот эти вот они кроссплатформенные поэтому если вы умеете работать на одной из этих программ то и на другой операционной системе вы значит на этих программах сможете работать LibreOffice тоже кроссплатформенная то есть вот старайтесь основное ваше внимание обращать тому что значит если программа кроссплатформенная то в дальнейшем вам это может облегчить жизнь вот таким вот образом значит ну а сейчас я значит стартую с флешки я вставлю флешку на свой лаптоп там значит мы сделаем разметку жесткого диска вот запишем ее эту программу значит мою сборку на лаптоп и там уже на месте сделаем необходимые настройки которые вам нужно будет сделать ну скажем так чтобы настроить операционную систему под себя этот видеоролик я делаю специально для пользователей Windows которые допустим не знают как ставить авторские сборки вот как их там подгонять под себя и так далее то есть ну для людей скажем так не знакомых с Linux поэтому я так подробно и рассказываю и начал я все это дело вот как пользователь обычный находясь на винде под моим роликом нажал на ссылку скачал ее проверил на виртуальной коробочке вот записал ее на флешку и так переходим к следующей части видеоролика который я уже начну делать находясь на флешке и так я загрузился с флешки для тех кто не знает как это делать нужно поискать видео обучающие ролики на трубе вот стартуйте с флешки здесь вот я нажал на программку G-Party вот видите вот этот вот ключик это означает что вот этот раздел в данный сейчас момент вот занят скажем так рабочей вот это на флешке вот на моей размером 3.72 гигабайта где свободно еще порядка там 1.8 гигабайта и так переходим на раздел жесткого диска на моем лаптопе где мы куда мы будем и вставить мою сборочку вот еще занят тут подключен линукс свок вот а все остальные как видите ключиков здесь нет ничто не указывает что какой-то раздел сейчас подсоединен вот у меня здесь очень много линуксов понатыкано и вот последним я как раз ставил вот на 22 на 23 раздел жесткого диска я ставил значит официальный образ а потом его уже настраивал то есть домашний раздел 30 гигабайт вернее корневой и домашний 50 ну вот посмотрите у меня полностью настроенная моя сборка вот занимает 6 гигабайт поэтому если у вас проблемы с размерами ну можете под нее выделить там 10-15 гигабайт а под домашний раздел тоже можете выделить там 15-20 гигабайт то есть тут ну вот все самое такое скажем необходимо я вам указываю а теперь как же ставятся авторские сборки потому что ставятся они в большинство моих сборок ставятся не через установщик официальных там дистрибутивов а ставятся через программу system bug которые я и сделаю свои как говорится изообразы значит вот запомните мы будем ставить на 22 на 23 разделы пока сверну ее вот запускаем программу system bug ждем тут приходится и подождать чтобы у нас все загрузилось вот значит две кнопки копирование это значит будет скопировано с именем пользователя user и паролем единичка или вы нажмете system install заведете тут допустим свое имя например там Андрей Иванов новое имя пользователя напишите там вашу личку там или ник например Андрю заведете свои пароли там хоть 5 хоть 10 хоть 20 символов вот значит корневые значит сделаете дадите название компьютеру хосту допустим там pc черточка там ноутбук там или там Lenovo как вам нравится вот нажмете на next и попадете сюда уже вот на разделы на куда будет все это дело копироваться но вот здесь у меня уже по умолчанию идет имя пользователя user а пароль единичка после установки настройки вы можете изменить пароль на любой длины вот но в целях настройки и подгонки лучше использовать короткие пароли и так давайте посмотрим вот swap ну swap надо подсоединиться вот я его отмечаю и появляется видите словечко swap давайте пойдем дальше значит помните мне у меня 13 раздел 13 раздел у меня был вот бут ефи ставил я на 22 раздел как на корневой вот видите крестик появляется и 23 я ставил как домашний home вот зеленую галочку стрелочку нажимаем то есть вот сразу видна разметка домашний корневой загрузочный так и swap вот все разделы помечены ну а коли все помечено вот написано еще установить групп 2 bootloader ефи соглашаемся нажимаем на кнопочку next нажимаем на кнопочку start обратив внимание что начали мы в 11.58 и пошла установка сборки а здесь для себя можем допустим записать вот такое 11 черточка 58 значит эта программка вот онборд это для таких скажем пользователей ленивых скажем как я потому что мне с кресла до клавиатуры дотягиваться лениво вот но тем не менее значит когда закончится установка я значит снова начну запись итак установка сборки на раздел жесткого диска закончена вот имеется сообщение значит начинали мы в 11.58 12.10 ну что 12 минут заняла установка без всяких там перезагрузок без всего 12 минут заняла установка теперь посмотрим сюда значит так теперь я нажму вот на файл пересканировать устройство ну это как бы освежить информацию о разделах жесткого диска потому что повторяю у меня этих разделов тут немерен это скажем мой лаптопчик это мой полигон где я держу под наблюдением операционной системы которые мне нравятся и за которыми я приглядываю что у них там и как происходит значит если вы совсем не знакомы допустим как создать там раздел и так далее жесткого диска на жестком диске на вашем ну первое дело значит вот всегда тут вот имеется табличка такая 911 гигабайт это вот это общая емкость а здесь отсюда уже идет конкретные значит размеры того что значит было выделено вот на 22 раздел мы значит поместили мою сборку вот он 6 гигабайтам с копейками заняло значит на домашнем разделе тоже тут почти что ничего значит ну и теперь я значит все вот эти вот данные для абсолютных новичков как работать с программой G-Party у меня там на сайте значит имеется скажем так информация по работе с жесткими дисками вот подробнее посмотрите а так могу сказать что ну где-нибудь там 10-15 гигабайт выделите под корневой там 15-20 под домашний можете вообще все в один раздел слить вот сделайте разделчик на 512 мегабайт EFI с флагами BOOT ESP и значит практически вот все это дело я сделал вот ну а теперь значит я загружусь уже жесткого диска на моем лаптопе и покажу вам уже дальнейшие настройки чтобы подогнать эту сборочку скажем так под себя итак я загрузился уже нахожусь на жестком диске значит это легко проверить вот всегда смотрите так нажимаете на G-Party ну парольчик заведем сюда свою единичку теперь понимаете почему я делаю короткие пароли то есть при настройке эта штука весьма полезная позволяет вам сократить время на заведение длинных паролей когда все уже у вас говорится настроено под вас ну тогда можете уже заниматься как говорится там всякой чепухой значит пока G-Party значит тут грузится и обследует новый раздел жесткого диска вот смотрите погода правой кнопкой конфига настройки здесь в принципе можете ничего не особенно значит не использовать а вот у меня написано значит видите как с большой буковки значит название города запятая пробел и Great Britain ну Англия короче вы можете попробовать значит написать название города своего если он крупный запятая пробел и допустим написать там Ru или Rus короче посмотрите там как что будет у вас там получаться итак вот жесткий диск значит вот посмотрите значит сейчас его разошью весь экран вот какая тут информация значит мы поставили видите ключик стоит на 22 на 23 разделе ключик стоит на 13 разделе и на Linux Swap вот эти разделы у нас как говорится подключены значит и соответственно можете посмотреть размеры ну тут вообще почти что ничего нет а здесь у нас вот 6,50 там 3 гигабайта занято то есть если хотите сократить размеры то можете сделать на 15 там ну на 10 на 15 гигабайт вот но я всегда обычно беру немножечко скажем так с двойным с тройным преувеличением ну это для прочности вот вот значит таким вот образом при помощи программы G-Party это очень легко узнать значит какие разделы вас подключены соответственно если они вас подключены на них вы уже ничего не сможете записать в этой сессии вот ну и теперь давайте значит нам понадобится программа Вишенка но для того чтобы она значит у нас нам понадобилась я я всегда подключаю поэтому сейчас покажу как делать синхронизацию с мегой вот у вас мега уже автоматически установлен интернет мега синг это облачное хранилище бесплатное на 50 гигабайт находится но в Новой Зеландии и оно наиболее щедрое потому что Dropbox они всего лишь вам 2 гигабайта дают вот мегу вы значит запустили значит здесь нужно будет нажать вот так вот и завести сюда свой значит адрес электронной почты и пароль если нет вот зарегистрироваться регистрируйтесь и получаете скажем так учетную запись и в вход в вашу кладовочку а 50 гигабайт скажу вам по честному это весьма и весьма немало теперь я сейчас на секунду прервусь заведу свою почту и пароль и дальше покажу что я делаю и так я завел свой значит пароль и адрес электронной почты и мне нужно не полная синхронизация всего лишь одна папочка с вишенкой вот нажимаю вперед выбор синхронизация ну тут по умолчанию у меня уже она создает все это дело синхронизация вперед вперед и готова вот видите черный кружочек он обозначает что идет обновление нажать вот можно посмотреть сразу что и как синхронизируется там и так далее и тому подобное когда этот черный кружочек со стрелочкой значит исчезнет значит это будет обозначать что синхронизация уже закончена другим вариантом мы можем посмотреть это мы можем посмотреть вот здесь вот мегасинг и вот я уже вижу что команды видео уже у меня тут находятся они то мне как раз вот и нужны поэтому значит я сейчас вот так вот беру открываю папочку черри 3 файл открыть файл мегасинг вот команда видео открыть и вот у меня практически все уже тут под рукой значит вот у меня загрузчик кооперационных систем есть если у вас по каким-то причинам что-то там не грузится или плохо грузится вот две команды очень хорошие помогают они при скажем настройке причем у меня написано для DOS работает и на GPT сейчас вот я даже добавлю сюда вот так это возьму напишу GPT вот так вот восстановим некоторую справедливость вот это будет вернее и вот нажимаю на кнопочку сохранить и у меня тут же пробежит синхронизация и все изменения будут уже у меня на кладовочку на кладовочке и поэтому кто значит у меня это дело будет скачивать то вот уже вот с такими вот изменениями значит одну команду заводите нажимаете Enter заводите пароль затем значит копируете вторую команду в терминале все и все у вас будет нормально дальше какие значит еще могут быть нюансы при скажем так подгонке как поднастроить погоду под себя я вам показал вот время значит нажимаете левой кнопкой дата и времени настройки и вот здесь значит опять-таки можете нажать на кнопочку разблокировать завести допустим пароль и теперь допустим выставить там где-нибудь там свой там часовой поиск Европа там Минск можете перескать среди городов он можете выставить Москву Москвы сейчас два часа можете заблокировать и все у вас будет как говорится нормально и будет показывать уже время по Москве вот я значит обратно себе сделаю настройки по тому месту где я живу живу я в Англии в Ливеркуле поэтому я вот сейчас вот сюда попробую да да вот здесь 12.48 то есть разница с Москвой два часа значит пошли дальше это вот просто сообщение я значит их убираю синхронизация значит выполнена значит создалась вот как видите папочка Megasync и между ней и облако помощным хранилищем идет постоянная синхронизация поэтому что бы я значит не сделал у меня все время значит будет вот такая вот хорошая штукенция идти теперь пойдем дальше значит я значит так как-то в силу привычки с самого начала получилось что я пользовался Google Chrome значит здесь у вас вот Google Chrome скажем так голенький а я сейчас буду вводить туда свои учетные записи чтобы все было так как мне привычно каким же это образом вот таким вот образом значит первое значит я нажимаю вот здесь иду настройки и нажимаю на включить синхронизацию вот здесь потребуется снова завести адрес электронной почты пароль это мы сейчас пока значит я заведу и покажу дальше итак я завел адрес электронной почты завел свой пароль нажал Enter и вот спрашивает включить ли синхронизацию да конечно теперь значит иду вот сюда в настройки нажимаю вот здесь и вот смотрите внимательно вот домашняя страница у меня тут стоит вот google.ru вы можете поставить там себе янтекс или там что вам нравится показывать панель закладок обязательно я всегда пользуюсь панелью закладок масштабирование но у меня зрение не фонтан поэтому я делаю 125 вы можете поставить 80 и 100 зависит от скажем вашего зрения вот и у меня стоит опция ранее открытые вкладки вот практически все мои настройки по значит google chrome его синхронизации там и прочее и прочее и затем я могу уже смело нажать на кнопочку главное вот и пока там все это дело будет делаться значит он тут еще пишет пойти это еще куда-то она просится почту выйти что ли ну вот появились все мои скажем так вкладочки закладочки вот здесь естественно значит будет вот такие вот всякие там разные сообщения значит отблоки там которые я обычно ставлю вот этим отблоком я сейчас практически перестал пользоваться ставлю другой ну просто давайте так вот это моя почта то значит новая вкладка вот убирал все самое как говорится ненужное значит у вас будет вот здесь вот значит вот мессенджер уже установленный единственное что вам по моему нужно будет это вот когда вы его запустите вот тут видите появляется картинка для скайера вот запомнить на этом компьютере у себя на мобильном телефончике у вас должна быть установлена такая же программа вот вы идете значит мессенджер там справа сверху выбираете мессенджер форуэб появится сканер вы вот этот сканер наведете сейчас попробуем это дело заделать вот и уже у вас будет скажем так все сообщения которые приходят к вам на мобильный телефон они у вас будут и на вашем компьютере вот значит что дальше значит поползайте там по вашему вот опять таки меня опять просит войти вот пожалуйста смотрите тут все что как говорится вам нравится ваш интерес там по папочкам но это вот лично мое у вас будет свое значит что еще под себя тут нужно будет подстроить значит ну первым делом я рекомендую всем значит сделать два бэкапа два бэкапа таким образом подключите внешний жесткий диск я обычно стараюсь хранить все бэкапы на внешнем жестком диске вот смотрите допустим вот загрузили в мою сборку что-то там не так пошло всегда можно будет откатиться назад первое значит бэкап или резервная копия таймшифт вот в официальном репозитории рунту значит синаптики а вот хоть ты тресни не было его и все ну что ну что ты тут проделаешь ну пришлось голову значит поломать поискать но все-таки я поставил вот ну у меня тут много чего вот смотрите создать и он значит создает все это дело белое если у вас по каким-то причинам ну или вы первый раз его запустили проценили внешний жесткий диск то вам нужно будет нажать на мастер вот выбрать далее теперь выбрать место на внешнем жестком диске куда вы будете сохранять свои резервные копии у меня это на внешнем жестком диске под бэкап у меня выделено тут он 360 там чем-то там гигабайт ну порядочно вот нажимаете на дальше ну у меня хватит еженедельного бэкапа вы можете поставить себе ежедневно ежечасно да даже при каждом загрузке как вам нравится дальше вот копировать чтобы корневую и домашней директории дальше готово и вот нажимаете на создать и пошло создание резервной копии ну обратите внимание вот 12.58 ну давайте 12.58 мы сюда вот и поставим делаем окошечко поменьше вот 12 чёточка 58 вот пусть по-кратски говорится так вот нас подождёт дальше таким же образом я сделаю резервные копии при помощи программы систембака я тоже покажу как значит восстанавливается резервные копии записанные на флешку я вам уже показал мы из неё значит мы записали этот образ на флешку флешки установили на раздел разрустского диска и вот перед вами полностью готовая операционная система уже скажем так настроенная ещё раз хочу подчеркнуть для любителей по-кратиковать а вот я сам сусам вот зачем вы это ставили зачем то авторская сборка на то она и называется авторская сборка то есть здесь установлены те программы которыми лично я чаще всего пользуюсь в которых вижу жду но если по каким-то причинам они вам не нужны их всегда очень легко удалить через синаптик но в то же время программы которые вызывают затруднения при установке это такие программы как System Bug Time Shift Conkey Manager они уже установлены и настроены поэтому если вам что-то сборки не нравится вы это можете просто-напросто удалить через синаптик а если что-то надо вам а его нет вы можете доустановить на эту сборку создать свои изообразы программы System Bug программа System Bug еще создает и в своем собственном формате резервные копии но они больше обычно в 2-3 раза по размеру чем изо я их также храню на внешнем жестком диске так что все зависит от вас но просто если вы не хотите делать мы так я так называю monkey job обезьянную работу или это делать по 300 раз то значит я всем вам рекомендую что вот только что поставили вот первым делом создать резервную копию на внешнем жестком диске значит это операционной системы второе значит System Bug то же самое сделать значит и у вас получается что на флешке живой изообраз всегда даже с него в самом крайнем случае можно запуститься затем имеется значит резервная копия на внешнем жестком диске программой TimeShift и System Bug вот такая тройная надежность придает практически любой операционной системе которая у вас стоит вот скажем так статус повышенной надежности это просто я вам говорю по опыту при помощи программы TimeShift и System Bug очень легко откатываться на предыдущий уровень что-то делали ставили у вас не пошло раз откатились назад все стало на то время когда было нормально и все хорошо работало вот образ создан ну что 58 и 2 ну 4 минуты создавался значит этот образ ну что тут такого нормально значит вот таким образом значит идем сюда вот значит здесь значит я вот могу скопировать вставить сюда это название поскольку у меня два рабочих стола то я вставлю рунту их X-Face плюс Cinemon все на этом могу программу закрыть пошли дальше то же самое программа System Bug вот пароль единичка я стараюсь не хранить резервные копии на этом же разделе жесткого диска вот сейчас появятся все эти кнопочки вот я всегда выбираю вот здесь вот Media User вот внешний жесткий диск так где у меня тут один секунд вот Ubuntu 1804 я выбираю ок вот у меня уже было создано три копии первая это было чисто Ubuntu а вот пошла Runtu 1 Runtu 2 вот сейчас будет Runtu 3 тут время даты все идет как говорится вот наверху самое свежее нажимаю на создать новую ну что ну 13 0 4 нажимаю здесь на создание резервной копии на 13 черточка 0 4 вот вот пусть она создается а здесь значит как я уже говорил запускается программа значит вишенка тут можете попользоваться вот я сестенбанк дайте мне облак памяти сюда я по-моему вставил да по-моему вот так вот при помощи вот этой команды этого набора команд конки я вставил на облак памяти конки менеджер так еле при помощи вот этой да конки я вставил по-моему вот так вот они пригодились делались для угонта 19.04 но и на 18.04 все это дело встало это вот команда значит первая значит это второе третье значит она устраняет там все зависимости и погрешности да так что вот здесь я могу смело дописать поставить запятую 18.04 это делаем сейчас делаем вот это будет уже повернее то есть оно годится уже и для 19.04 и для 18.04 вот видите побежала синхронизация сразу с моим облачным хранилищем и поэтому если вы скачаете файлик вот после кончания синхронизации то у вас уже в коночках появится уже более верная как говорится запись отправленная мною что это проверено уже на угонту 19.04 и на 18.04 значит погода время значит все это дело я вам показал вот 7 минут и 4 3 минуты то есть понятно что резервные копии их создание не отнимает много времени а если ходить создать живой образ флешку вот create new и как говорится вперед тут уже можно и на этом разделе жесткого диска сохранить или опять таки выбрать любое место где вы хотите сохранить этот визообраз дальше ну давайте посмотрим фон рабочего стола ну скажем так мне бы хотелось несколько другой фон ну давайте посмотрим что тут есть так ну с тебя нам все ясно изображения нету так здесь ну не очень то богато ну пока давайте я вот оставлю вот такую штуку вот покажу вам значит как можно значит менять так вот обоинки у меня значит на сайте у вас уже встроен в броузер вот AR вот у меня по-моему на кроке значит имеется такая вот папочка она называется обои вот мы ее сейчас поищем вот программа для Linux вот давайте поищем словечко обои так а вот есть даже папочка обои в архиве ну вот возьмем их и скачаем спрашивает куда и прямо вот в изображении да хорошо в изображении их и сохраним значит вот прогресс бар видно значит как все это дело там качается сколько там чего осталось и так далее вот ничего у вас могут быть наборы своих обойнок которые вы за все это время там скажем так насобирали их можете вставлять как вам нравится настройки клавиатуры если вам значит не нравится английский флаг можете поставить американский вся разница между тем значит между ними что когда вы хотите поставить знак собачки ну там когда электронные письма пишите или еще что-то вот этот вот значок видите значит ну это при помощи вот этой кнопочки а в американской там надо будет нажать shift и по-моему цифра 2 вот и все и как говорится и вся разница вот так практически раскладки клавиатуры она практически ну скажем так одинаковая дальше значит ну как работают пылесосы значит так тут как у нас пусть себе качается а мы включим вот один пылесосик стейсер то есть взяли там почистили чистить тоже надо не каждый час не каждый божий день а чистить надо ну скажем так там раз 2-3 недели вот выбрали все вот там где нули туда ничего не ставите а вот здесь вот и здесь вот включаете галочкой вот нажимаете на метелочку вставляете единичку и у вас все это дело вам вычищено возвращаетесь назад сразу сразу видно что у вас вот в корневом разделе всего лишь 5,9 ну 6 гигабайт из там 30 вот так считаете значит оперативная память и зайдовская центральная процессора ну это поскольку я веду сейчас еще и запись поэтому 49-50% а в реальной жизни у вас там будет максимум может быть 5-10% и все вот какие значит настройки у самой программы значит вот OBS студия вот посмотрите значит ну первое вот в настройках идете в аудио вот у меня подключены да могу даже один оставить потому что это монозапись ну вот я нашел свой микрофон который у меня подключен и как говорится все нормально выход у меня идет вот сюда вывод вот папочка видео вот сюда идет дальше очень важно значит чтобы вот фильтры стояли вот у меня фильтры стоят посмотрите у меня стоит компрессор шумоподавления и усиление у меня стоит на десяточке чтобы звук был скажем так погромче вот и то же самое стоит и на втором микрофоне тоже фильтры а вот здесь вот так один секунд а здесь даже он и не поставлен ха-ха вот смехота так давайте-ка фильтры вот как ставятся фильтры ставьте компрессор окей ставите шумоподавление окей ставите усиление окей усиление делайте там подбирайте опытным путем у меня вот самое лучшее получилось десятка вот так ну теперь идет как говорится полноценное все это дело на двух скажем так каналах вот ну ладно значит захват стоит у меня здесь вот плюсик захват экрана все теперь чем занимаемся идем в изображение вот открыть при помощи менеджера архивов и распаковать извлечь и он там все значит обои которые у меня были упакованы архиватором вот сейчас будет их потихонечку извлекать поскольку их там было очень много ну давайте посмотрим что получится ну вот они все красавчики пишут что идет извлечение пишут что еще 300 там чем-то файлов остается ну вот все значит теперь что делаем ну допустим мне это уже не нужно я могу убрать этот архив показался не совсем удачным ну тоже убил а вот эти красавцы редактировать выделить все вырезать вверх оставлю здесь сюда вот так а саму вот эту вот папочку я уже уберу а вот теперь смотрите как можно менять фон рабочего стола изменить фон рабочего стола изображение вот смотрите выбирайте любое которое нравится вот есть такое изображение я люблю чтобы часть стиха на темной кончике была темненькая поэтому вот для меня вот это может быть подойдет вот а вы тут можете поползать поползать вот щеночек тоже неплохой симпатичный и смешной выбирайте можете допустим ну тут у вас обои я их долгое время собирал посмотрите сами что вам понравится я тут даже не могу вот точно сказать ну вот тоже выглядит неплохо мне надо что-нибудь чтобы правая часть была несколько затемнена где-то может быть вот так тут довольно-таки много обоиных ну вот кстати неплохая принцип понятия значит вот таким образом вы можете изменять рабочие ну делать обои изменяйте обои на своей рунте ну что нормальная работающая значит сборка рунту рунта значит еще раз повторяю вам это основано на Ubuntu 1804 вот оно тут и написано LTR значит длительная поддержка это до 2022 года все это дело у вас будет храниться поэтому если вы человек консервативный и не гонитесь за каждым пиком то поставили ее под настроение под себя сделаны резервные копии ну и живите спокойно годика там три все нормально ну наверное значит вот я в основном значит вам показал как все это дело делается значит какие-то будут вопросы значит напишите как сборка у вас встала что вам были ли какие-то там трудности вот я просто хочу вам показать что понимаете как это все индивидуально то есть подгоняется под ваши вкусы нравится вставляем не нравится убираем пылесосиком чистим все поднастроили поднагнали издавили резервные копии и опять-таки их храним вот так а так практически все готово и набор программ здесь естественно гораздо шире чем в ронду потому что я это делал уже по своему вкусу и для себя ронду как основа пожалуйста навсегда можете поинтересоваться зайти на сайт очень легко все это дело ищется сейчас покажу как вот придете на поиск набираете хоть так какая разница по русски хоть по английски ронду все пошли сюда это дистровоч а вот сама ронду вот все по русски расписано ясно и понятно можете вступать в общество делиться своими знаниями как кому что-то нравится вот все скажем сведения и свежая информация вот отсюда ну ладно я желаю значит и рунти и всем вам всяческих успехов и всех благ вот надеюсь что и моя сборочка у вас вам понравится ну ладно до новых встреч удачи 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 Продолжение следует...